30 октября в память о погибших в храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радость по православной традиции трижды прошла заупокойная лития. Проститься с воинами пришли представители власти, организации и предприятий города, члены казачьего общества и местные жители. Мы сейчас понимаем, что перед нами урны с остатками людей, которые исполнили самую главную заповедь Божию. Нет больше той любви, как кто душу положит за други свои. Они исполнили, кто заповедь. И мы верим, что они у Бога живы. Церемония перезахоронения останков солдат состоялась на следующий день на Кургане Славы. В начале мероприятия глава города Андрей Шубин выразил признательность всем, кто помогает сохранять память о погибших героях Великой Отечественной войны. С словами благодарности обращаюсь к советским военным победителям, а также к тем людям, которые занимаются поиском безвестных пропавших солдат войны. На митинге памяти присутствовали и выступили с речью почетные гости. Многие выражали свои чувства и говорили добрые слова в адрес поисковиков и защитников Родины. Они настоящие герои. Они войны-победители. Благодаря им мы с вами живем, любим, воспитываем детей и мирно трудимся на своих предприятиях. Траурное мероприятие стало финальной точкой в работе поисковых отрядов «За родину и высота» в 2019 году. За этот период в Росовском районе было найдено 13 бойцов. У двух солдат найдены опознавательные медальоны. Также в связи с благоустройством мемориального комплекса Курган Славы на поле памяти были перезахоронены и останки других бойцов Красной Армии. Свой покой обрели медсестра партизанского отряда Екатерина Косарева, рядовой Иосиф Комаров, партизан Николай Ефременков и еще три неизвестных солдата. Мы всегда чтим память бойцов, которые погибли в Великой Отечественной войне и будем продолжать свою работу, пока мы живы за здорово. Под звуки траурных мелодий останки красноармейцев были преданы земле. После участники митинга возложили цветы на могилу солдат. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.